В общем, я расскажу про свой опыт работы с Astral Hitmap как с подложкой для рисования всех тропинок, для выравнивания снимок. Собственно, это тепловая карта одного из самых популярных спорттрекеров. И главное отличие от шептовщика треков OSM в том, что здесь человек и в следующий раз не спрашивает, хочет ли он загрузить треков с Титмэп. Все данные о поездках собираются, а потом они ежегодно стали делать сейчас визуализацию. И в 2014 году у них было 160 каких-то там поездок, забегов и какое-то очень огромное число, 35 миллиардов точек, которые они визуализируют в виде тепловой карты. Собственно, на первый взгляд кажется, что в России все черное, ничего там нету. Москва, Москва. Ну вот, да, Москва светится и все. Но если посмотреть внимательнее, то у нас все нормально, в принципе. В крупных городах много народу, в городах поменьше тоже что-то все равно светится. Москва, сплотность населения такая высокая, поэтому пользоваться этим можем. Чтобы приблизить в Москву, кажется, тут есть, тут, например, не видно МКАД, в отличие от остальных КАД, зато видно всякие лесные тропинки, прочее. Ну вот, да, там, на набережной, где велосипедисты любят кататься. Даже лучше вот дальше буду в таком стиле представлять, потому что это удобнее. Здесь сразу красным помечены места скопления точек. Ну, у них, опять же, есть отдельно велосипедные GPS-точки, отдельно те, кто бегает. Такое разделение. Дальше я буду только с велосипедами работать, потому что, как видно, у них... В данном случае изображена широкая дорога, на которую движение автомобиля запрещено. Здесь велосипедисты скорее едут по центру дороги, у них получается такой явно максимум красным выделенный, примерно соответствующая ее ширина. У бегунов и разброс точек выше, и видно, что никакого максимума из них тут с травы не дает. Поэтому дальше будем с велосипедными картами работать. А вот уже четыре разных режима отображения. Здесь отображается вообще каждая точка. Здесь видны попытки нарисовать звездочку на льду замерзшего карьера. Какие-то попытки развивать какие-то хитрые тропинки, потому что там буквально один трек. Ну и там, где треков больше, там уже все сваливается с очень широкими максимумами, что неудобно. Герчий стиль тоже меньше одиночных треков. С этим будем дальше работать. Здесь как бы уже отмечается только несколько областей, где много точек. В данном случае то, что вот справа, это там велосипедисты часто входят пешком вверх, те, кто прыгают. Поэтому скорости низкие и точек больше за единицу времени. Ну и последний режим, он самый. Уже слишком много теряется информации. А это что? Какой рейд? Это в районе Щелково карьер затопленный. Там в лесу, соответственно, лыжные петли, и велосипедисты там летом любят ездить. А почему там трекали по воде вот слева из завеза? А, там недавно засыпали. Разровняли гору старых отвалов и засыпали некую дорогу пошире. Так что бинг там, по-моему, был в 2013-го года, а сделано это в 2015-м. В данном случае Страва, она по годам предоставляет эти данные. И в 2015-м году все ездили по кратчайшему пути, который недавно был построен. Вот, если сравнить все дело с тем, что есть в Осме, на первый взгляд, вроде как треков много. Но если отобразить их в виде точек, то, в общем, достаточно печальная картинка. Тут усреднять нечего. Вот, эти штуки удобны для привязки. Здесь можно видеть красные максимумы, которые можно чем-нибудь контрастным обвести. Ну, например, для контраста я взял железную дорогу. Потом, выключив эту подложку, уже по центрам линий, полученных, выровнять бинговскую подложку. На мой взгляд, этот способ точнее часто, чем по трекам, потому что здесь, собственно, с юга на север идет пешеходная дорожка, в которой все распределы съезжают битвовский лес. Она достаточно узкая, там метр четыре. И там разброс минимальный. Можно явно выделить максимум, достаточно точно их привязать. Ну, и можно без привязки пользоваться ее, как приставание тропинок в лесу. Вот, например, на Боробьевых гарах, те спуски. В битвовском лесу такие есть петли. Ну, и, например, вот на Крымской набережной, где снимки, помню, что года так 12-го, где сейчас как бы сделали какую-то парковую зону с велодорожкой, можно, несмотря на то, что снимков нет, достаточно точно нам вести, как ездят велосипедисты, где проходит эта велодорожка. Там, кстати, на самом деле их две, вот вторую видно плохо. Ну, и если мы посмотрим какую-нибудь крупную загородную магистраль, то видим, что велосипедисты едут по правому краю и по левому краю, соответственно. И это, опять же, позволяет перевязать дорогу достаточно точно. Здесь видно где-то кусок этого слабоосвещенного. Там, конечно, какая-то тропинка или тротуар. Вот одна из особенностей, которую я пока не понял, откуда она берется. Почему-то часть точек пишется с привязкой к какому-то графу, и я не нашел, собственно, что это за граф. Это iPhone. Если он не отключится, он привязан к... Вот, видимо, да. Это iPhone. Выглядит странно, когда есть такой... Вроде как все едут по дороге, но у кого-то треки сильно отличаются. В свое время, в прошлом году, я заметил в Москве, этот трек был привязан к тропинке OSM, что в iPhone я не уверен, что там тропинки переносят. Даже не покалать не могу, потому что трава теперь обновилась. Теперь они даны только 2015 года. Ну и... Еще кратко скажу про их пиграцию с редактором IT. Собственно, все эти вот эти картинки, они строят, как, по сути, трехмерную диаграмму, где плотность треков выше, там как бы темнее цвет, краснее. Но при этом есть у них инструмент, который позволяет вот по исходным данным, с которым построен некий рельеф, сравнивать по нему тропинки. Как бы если у нас есть длинная дорога и такой достаточно равномерный трек, то это работает. А если автоматически перевязать, скажем, лыжные петли, попробовать к этим максимумам, то она их просто разрывает, можно сказать. Как-то, на мой взгляд, работает плохо, когда рядом несколько тропинок больших, поэтому пользоваться и смысла нет. Собственно, у них-то в демке все хорошо, так достаточно притягивается совершенно вот такой очень грубой обрисовки. Но, по-моему, быстрее нарисовать просто вручную, и это будет точнее. Вот еще пример того, чем 2014 год отличается от 2015, причем я считаю, что это плюс. Здесь видно в одном месте достаточно такой непонятный часок. Это было строительство подземного перехода, и велодорожка в этом месте просто была разорвана. Люди объезжали там, как могли. Но если писать на 2015 год, то тут внезапно все хорошо. То есть вот такие старые артефакты из прошлого здесь просто нету, которые могут, в принципе, мешать отрисовке. Но в то же время, конечно, без недостатков, из травы, проект коммерческий. И представляют они или нет, эти данные, они сами решают. То есть в какой-то момент вполне могу сказать, хватит, и как бы тайлов не будет от них. Сейчас там есть даже специальные разрешения, они в шростме по умолчанию доступны. Ну, естественно, раз только по стритмэк, тут где-то водятся котики. У меня все, можно какие-то вопросы задавать. Что из этого может присутствовать? Шростом по умолчанию содержит вот эту вот подложку в зелено-красных цветах для велосипедистов, ну, велосипедные треки и беговые. А так, смотрим адрес тайлов, которые других цветов, их тоже можно подключать. У меня сейчас, по-моему, там ну, четыре штуки, там оранжевые, самые грубые, синие. И стравы можно забрать только на растер? Да, к сожалению, бесплатно она дает только растер, а вот эти какие-то карты более точные. Вроде бы у них есть сервис стравы метро, но это платная вещь, и она больше разрабатывалась, наверное, чтобы городские власти могли, скажем, смотреть, где ездят у них велосипедисты, что-то под это дело планировать. Хотя это тоже. У нас теоретически можно доказать у них гад. Ну, вот, может, даже он им и пользуется, я не знаю. Теоретически может. Но в данном случае это в основном спортивные заезды, поэтому как-то общее такое, откуда ездят на работу и куда, если сказать, такого не должно быть. тут, как говорил, в Москве больше 100 треков по набережной идет. Там, где есть либо велодорожки, либо велотрек, но все такое не каждодневное использование велосипеда. то есть я видел там примеры, когда в какая-нибудь глухая деревня, там в такой яркий красный цвет, значит, точек там много, это просто кто-нибудь себя на дачу ездит с города, но это редко встречается. Но данный, на мой взгляд, весьма удобный для привязки и даже иногда точнее, чем GPS-треки потому что, конечно, разброс есть, но некий максимум всегда уже. Продолжение следует...